Продолжение следует... 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 Это очень мощная, серьезная система, которую я очень уважаю, конечно. Так как я занимался боевыми искусствами, то очень быстро выяснилось, что большинство техник дыхательных, большинство техник медитации, боевых искусствах, каратэто и клондон, других видов восточных единоборств, они пришли из даотской йоги, из китайской системы. Поэтому в середине 90-х я изучал, а потом и преподавал даотскую йогу. Ну, даотской йогой я занимался посерьезнее, занимался 6 лет, и так, от звонка до звонка, довольно-таки серьезно. Даотская йога – это то, что мы сегодня будем с вами рассматривать, причем сразу хочу сказать, большинство из вас наверняка думают, о, даотская йога – это разновидность хатха-йоги. Нет, никакого отношения даотская йога к хатха-йоге не имеет. Я имею в виду, что речь пойдет не о каких-то упражнениях, где нужно сидеть в лотосе или сворачиваться в бублик, да, речь пойдет о совсем других упражнениях, которые можно было просто выполнять, сидя на стуле. И эти упражнения очень серьезные, потому что эти упражнения связаны с системой энергетических каналов, чакр и течением энергии нашего тела. Это в основном дыхательные упражнения, связанные с физиализацией и так далее. Вот это даотская йога, которую я практиковал 6 лет. Ну, так получилось, что еще с 92-го года я принял буддийское прибежище в тибетском буддизме. Вот, то есть я стал практикующим буддистом, а в 2001 году я стал учеником, в 2001 году я стал учеником учителя Намкая Норболинхочи, тибетского учителя. И с тех пор практикую тибетскую йогу, являюсь его учеником. Я рядовой ученик, и не какой-то там особенный, да, у него много замечательных, серьезных учеников есть. Я являюсь одним из просто учеников. Но, тем не менее, я являюсь не фитнес-инструктором, не каким-то, допустим, любителем. Я являюсь настоящим йогом. Я веду ведический образ жизни и ставлю йогические цели. То есть полное духовное просветление и так далее и тому подобное. Углубляться не будем. Значит, что такое тибетская йога? Тибетская йога – это, конечно же, не око-возрождение. Это, конечно же, не пять тибетцев. Пять тибетцев око-возрождение – это упражнение, которое придумал господин Ситер Келлер. Он замечательный такой. Если вы будете общаться когда-то с настоящими тибетскими лавами, как только вы им скажете за пять тибетцев, они будут долго хохотать. Но это не важно. Это, в принципе, неплохая гимнастика, но это не тибетская йога. Тибетская йога – это два мощнейших учения тибета. Это Вальжраяна и Бун. Вальжраяна – это так называемая алмазная колесница. Алмазная колесница, в переводе это означает алмазная колесница. Алмазная колесница – это не что иное, как тибетский англический буддизм. Далаламу все видели, слышали, да? Далалама – один из людей, один из величайших йогов на самом деле. Но не тех йогов, которые закидывают ногу за голову, а те, которые практикуют йогу, перерождаются самосознательно и так далее. Значит, это Вальжраяна. Я являюсь практиком Альжраяны Школы Нима. Но это не все. Есть еще одно великое учение, называется это учение Гиндрун Бон. Гиндрун Бон – это самое древнее учение в мире, которое сохранилось в нашем времени в таком виде. Это очень серьезное учение. И этому учению, ну, по некоторым данным, одни говорят, 18 тысяч лет. Но, скажем так, реформа этого учения, реформа, да, прошла всего лишь совсем недавно, 4 тысячи лет назад. Понимаете, да? И вот эти два учения, значит, Вальжраяна и Бон, да, это и есть тибетская йога, а не 5 тибетов, титра-тилл, чтобы вы понимали. И, конечно же, в этих учениях есть различные виды труп-хора. Труп-хор – это то, что вы называете йогой многие из вас, то, что похоже на хатха-йогу и так далее. Труп-хор занимает, значит, я практикую, например, труп-хор под названием Нидэ Каджо. Это очень мощная система, входящая в мою школу. Да, вот. Значит, в других школах есть другие системы тибетские, то есть есть различные виды этих тибетских штук. И вот я, собственно говоря, практикую, соответственно, эту систему, являясь йогом. Но это не все, это не все. Кроме того, я изучал и практиковал тибетский массаж куньи, благодаря чему получил базовое познание тибетской индицины. Тибетскому массажу куньи я отдал 8 лет. Куньи – это не просто массажик, это целая мощная система. Это один из разделов, процедурного раздела тибетской медицины. Здесь выполняется массаж маслами, здесь выполняются различные виды работы, компрессы, прижигание, здесь есть своя система акукультуры, здесь есть своя система работы с внешними энергетическими каналами и чакрами, то есть большая такая мощная система. Здесь нужно уметь готовить лекарственные средства в виде масел, мазей, отваров и так далее для действия на тело и на акукультуру, на цепленную зону человека. Вот этим я занимался, и благодаря этому имею базовое представление тибетской медицины. Кроме того, я являюсь студентом и учусь на тибетского доктора. Вот, собственно, кто я такой. Но сегодня, к сожалению, тема будет не тибетская, а даотская. Но даотская система не уступает тибетской на самом деле. Вот это очень мощная и интересная система. И сегодня мы начинаем вебинар с секретом древних даосов самоисцеления энергетическим массажем внутренних ордеров. Что это такое за массаж? Ну, все сразу представляют, что-то массажировать там надо. Да, конечно. Но это не простой массаж. Это массаж, связан с теми техниками, которые люди засекречили. То есть на самом деле эти техники этого вида массажа предназначены для долгожителей, да, для тех, кто, также предназначены были для тех, кто практиковал так называемую железную рубашку, знаете, да, не колет копье, не рубит меч, да, слышали такое, да, в китайской системе. То есть боевых искусств. То есть это виды массажа, которые не просто массируют, а которые распределяют, распределяют, накапливают энергию в нашем теле. Соответственно, при помощи этого массажа можно воздействовать на мышечную систему, на сухожильную мышечную систему, на кости можно и нужно воздействовать. И, конечно же, на внутренние органы, основные внутренние органы, которые являются царями, царями, как я хотел бы сказать, вершинами гор под названием системы, например, пищеварительная система, сосудистая система и так далее. И при помощи этой системы мы нагнетаем энергию в определенные органы и восстанавливаем их. Кроме того, эта система предназначена, как я уже говорил, для омоложения, реального омоложения. И сегодня я вам покажу ряд интересных упражнений, которые можно применять успешно, так сказать, и они будут вам полезны. Они будут вам полезны. Итак, чем для вас полезен этот вебинар? На этом вебинаре вы узнаете, как обрести крепкое здоровье при помощи степетного заложского энергетического массажа. Узнаете, как вернуть здоровье, используя собственную энергию для самоисцеления и продления жизни. Это очень важно, потому что на самом деле для того, чтобы вернуть себе здоровье, жить очень долго и счастливо, необходимо научиться беречь свою энергию и направлять ее на самоисцеление. Вы узнаете, как стать здоровыми, очистив свою загрязненную, больную, загрязненную и больную нынью. Обыкновенный человек, живя в обыкновенных условиях, испытывая в течение дня огромное количество негативных эмоций, то, что у нас отрезанно называть стрессом, это на самом деле отрицательная негативная энергия, которая эксплуатируется в определенных частях тела и вызывает всевозможные заболевания. И это очень плохо. Далее, вы узнаете, как исцелиться, трансформируя свою энергию из негативной положительной. Так как мы испытываем много негативных эмоций, и эта энергия у нас скапливается в виде негативной энергии, эту энергию можно удалять из тела, но более высокий уровень практики метод позволяет эту энергию трансформировать. То есть, представьте себе, что ваша энергия негативная, но она является вашей энергией. Если вы ее будете удалять, в конце концов, вы просто станете больным, хилым, и очень быстро загнете. Почему? Потому что энергию нужно беречь. Поэтому метод уникальный заключается в том, чтобы преобразовать энергию из негативного положительного качества и сохранить ее в таком виде. И это поможет, соответственно, нам выздороветь и прожить долгие и счастливые годы жизни. Далее, вы научитесь, как накопить энергию для полного восстановления сил и увеличения срока жизни. Существует специальный метод, для помощи которого можно накопить энергию. Многие люди не знают, что такое, на самом деле, накопление энергии. Считают абсолютно это в различные эзотерические мифы, скажем так. Что только они пишут в современной эзотерической литературе. Сегодня я вам открою секреты, объясню, откуда эта энергия вообще берется в вас и как она накапливается. Реально. Что нужно сделать просто, очень просто, железобетонно, как это сделать можно. Вы об этом узнаете. Далее, вы узнаете, как исцелиться от всех болезней, разблокировавших энергетические каналы и центры. Дело в том, что наши физические заболевания находятся на энергетическом уровне в виде блока, в виде сгустков энергии, которые блокируют течение энергии. И после того, как энергия преобразована в положительную, после того, как она накоплена, этой энергии можно, знаете, как вот калоризационную трубу прочищают, приезжают дядьки такие в сапогах за его ранжевых кошках. Вот они прочищают. Так же точно можно своей собственной энергией очистить эти пути движения энергии. И что тогда произойдет? Тогда вы вдруг обнаружите, что многие заболевания, которые у вас были, они начинают потихонечку отступать сами. Почему? Потому что, допустим, речка, допустим, река заблокирована, например, то она начинает развиваться и вызывать кучу проблем. Затапливать на определенные пункты, гибнут люди, шкод, возникает куча проблем, бывают опасивы, это как в виде болезни. Так же точно и у нас в нашем микрокосме так же точно энергия вызывает различные беды, вызывает различные болезни. Функции нашего тела извращает и возникает куча проблем всевозможных. Вот чтобы этого не было, нужно очистить. Вот это об этом я тоже сегодня расскажу. Далее, вы узнаете, как вызывать мощную энергию самоисцеления секретной техникой задержки дыхания. Белосусство, техника задержки дыхания, об этом много говорится в последнее время, но техника задержки дыхания это не простая вещь на самом деле. Когда говорится о технике задержки дыхания, это не просто задержка дыхания, это не вот это. Вот это не задержка дыхания, это как бы задержка, но это не юргическая задержка дыхания, оно ни к чему не приводит. Более того, такой вид задержки дыхания многим людям, особенно возбудимым, скажем так, нервным или, допустим, страдающим повышенным артериальным давлением, просто вредит. Поэтому я расскажу вам секреты, расскажу о том, что такое там, где есть задержка дыхания и как она влияет. Потому что это касается как раз и каналов, и чакр, о которых так любят все говорить. Вот, теперь вы узнаете, как избавиться от конкретных болезней, беря под контроль разные мышцы ануса и тазового дна. Вот это да, представьте себе, что наши мышцы тазового дна, в частности анус, половые мышцы, да, это не что иное, не что иное, как, знаете, такие вентили, переключатели энергии в различные, тока энергии в различные каналы. Это секрет секретов, потому что благодаря этому в древности вы достигали невероятных сверхвозможностей, достигали очень высокого крепости тела, выносливости очень большой, невероятных способностей, да, вот, в том числе это делалось для железной рубашки, так называемой техникой совершенствования сексуальной энергии. Сексуальная энергия не обязательно, сексуальная энергия это самая базовая энергия нашего уровня, в которой мы здоровы. Это не только энергия, которая позволяет нам воспроизводить потомство, это энергия, в которой мы либо здоровы, либо больны. Поэтому вот это в этом сегодня вы все узнаете и так чему вы научитесь я обещал что чему-то вас научу сегодня вот я вас сегодня научу энергетическим массажным техникам техника рука гузды для наполнения рук среди на энергии очень много людей называют экспо центами да но сейчас я руки приложу и сейчас я буду исцелять и конечно конечно не стучат смешно сегодня вам покажу элементарно элементарную технику как на самом деле сделать так чтобы ваши руки работали чтобы они действительно не целяли но да но это возможность я вам дан не для того чтобы вы кого-то лечили для того чтобы хотя бы на тебе это применили потому что когда человек не опытен когда человек не учился у мастера когда человек когда человек имеет сам кучу своих болячек да ему бы для лучшего энергии направить бы себе на благо теперь вторая техника это массаж это будет массаж лицо гузды для омоложения кожи лица я покажу но это женщины все любят такие интересные вещи да и вы сегодня попробуйте как это на самом деле все работает далее третья техника массаж раковина для устранения проблем кишечника очень простая вещь очень простая вещь но очень необходимо потому что благодаря этому массажу можно избавиться от таких проблем как опухоли в том числе злокачественное образование в таком случае при помощи этого простейшего массажа конечно вы не избавитесь от рака это понятно но вы можете предупредить если вдруг при помощи этого массажа можно легко обнаружить что что-то не так в частности брюшной полосы тогда вы вовремя обратитесь к врачу и тогда вы будете спрятаны вот такие техники техникам вы сегодня научитесь очень полезным и в то же время эти техники будут иллюстрировать ту тему о которой я соответственно рассказываю что конкретно я могу вам предложить на этом вебинаре ну вы пришли вебинар послушать а кто-то хочет решить свои конкретные проблемы я сделал специальный курс курс значит по этим техникам для людей которые которые не занимаются серьезной йогой которые не являются адектерами каких-то учений да которые не являются там эспасенсами да вот соответственно эти техники упрощенные для того чтобы человек мог реально тебе помочь и научить с самого себя исцелять эти техники содержат много секретов различных эти секреты простые то есть секрет это секретные вещи но не очень простые и их легко применить потому что секретом является просто знание того что вы делаете а применить это несложно потому что здесь не нужно сидеть в позе лотоса здесь не нужно выполнять какие-то осаны и так далее здесь нужно уметь правильно дышать вот кстати сразу ссылочку и смотрите итак это уникальный курс самоисцеление энергетическим массажем внутренних органов очень вещь простая этим курсом можно заниматься практиковать любой человек за исключением детей скажем так до 15 лет этими практиками заниматься нельзя почему потому что энергетическая энергетическая и половая системы и гормональные системы до 16 лет у людей находится в стадии активного роста не вмешиваться с упражнениями связанными с задержками дыхания там специальными техниками массажа нельзя как и в общем-то в йоге на самом деле вот а начиная в 15 лет и долго-дого-дого если вы долгожитель пожалуйста практикуйте будете жить долго и счастливо итак что это за курс труд полностью исцелиться необходимо всего лишь две вещи знание древнего секретного метода самоисцеления самоисцеление и регулярное его выполнение упражнения очень просты и доступны даже лежачим больным то есть многие из этих упражнений можно выполнять даже если вы заболели и вы лежите и тогда вы можете себе спасти и тебе вы можете очень сильно помочь такой случай был со мной я был молод здоровый но заболел очень опасной болезнью и оказался в ситуации где врачи меня просто бросили и я себя спас у меня была температура 41 я мог просто сгореть просто умереть у меня была сильнейшая инфекция но благодарите упражнение я тебе спас здравствуйте Эльзан чтобы стать абсолютно здоровым на курсе вы будете учиться уникальным методикам энергетического очищения органов и систем что само по себе сделает вас здоровым человеком я хочу повторить что все эти методы придумал не я эти методы являются базовыми методами даотской йоги и медицины чтобы вы понимали вот я вам этом курсе соответственно их передам вы будете их выполнять причем будете выполнять в более упрощенном варианте чтобы это было для вас доступно далее вы научитесь методом трансформации вашей энергии из инфекционных в положительных чтобы при небольших регулярных затратах времени что при небольших регулярных затратах времени может уже сделать вас здоровым вы тратите немного времени но регулярно и это сделает вас здоровым следующее вы научитесь методам накопления энергии для накачки ее в конкретных органов и систем что позволит создать фундамент для долгой и здоровой жизни соответственно следующее вы научитесь методами разблокировки главных энергетических каналов и заполнение их накопленной вами энергией и наконец я научу вас секретным методом энергетического массажа элементарного такого которое вы можете применить вы даже можете не сомневаться ничего сложного здесь нет надо только знать что делать вот и соответственно научитесь технике энергетического массажа и накачки ваших внутренних органов целительной энергии которую вы научитесь очень быстро собирать все эти методы и упражнения выполняются либо стоя либо сидя на стуле и не требуют с вашей стороны каких либо усилий небольших трат ночного времени освоил изученные на курсе методы вы в кратчайшие сроки значительно поправите собственное здоровье и заложите фундамент к постепенному полному исцелению от многих беспокоящих вас заболеваний кроме того данный метод стимулирует развитие уникальных способностей невероятно укрепляя внутренние органы и опорно двигательный аппарат давайте теперь о методе в древнем Китае энергетический массаж органов был одним из величайших секретов долголетия и был доступен только китайской знаете на самом деле подобные методы например сексуальной энергии методы техники железной рубашки только воинские такие вещи энергетический массаж он по-другому назывался не просто энергетический название было китайской сейчас его цинэкзан еще называют так вот эта техника эти техники все были в секрете и если какой-то человек простолюбин допустим хотел его приобрести его могли просто казнить за то что он осмелился этим вещам и космос это все охранялось это было достояние знати императора и вельмож но то что было секретом для многих не было секретом для мудрых даотских йогов потому что они собственно и создали все эти методы держалось и не в секрете потому что метод энергетического массажа даровал человеку невероятные силы долгие годы жизни и был одним из этапов обретения даотского бессмерти когда говорится о даотском бессмерти должны понять что когда когда йоги говорят что стремятся к духовному просветению вы должны понимать что за этим словом духовное просветление кроется не какое-то духовное просветление они кроются такие вещи например как управление сперрождением такие как обретение энергетического бессмертия на самом деле цели у йогов они неотвлечены на самом деле они совершенно конкретные и четкие цели поэтому человек который практикует серьезные мысли таком случае методы методы даотской йоги или тибетской йоги это люди которые стремятся при различных формах реализации бессмертия а не просто какой-то непонятной реализации и вот эти техники в даотской системе выделялись одним из элементов одним из фундаментов для обретения вот этих сверхпозможных к счастью эти удивительные методы тщательно охраняемые мастерами из поколения в поколение дожили до наших дней до наших дней то есть представьте себе что все это для того чтобы погибло очень много различных учений особенно в период культурной революции Китая было разрушено много всего в Тибете в том числе когда китайцы вошли в Тибет во время конкурсионной революции Китай захватил Тибет и просто как ураган пронесся были разрушены монастыри многие учения были утеряны и так далее у китайцев то же самое эти два рода китайцы очень сильно пострадали но тем не менее несмотря на то что в течение этих веков мастера в тайне сохранили вот эти древние учения но как древние до лоши обвели такие невероятные знания и достижения дело в том что в древности даосы искали эликсир бессмертия они проводили химические опыты создавали сложнейшие лекарства но в какой-то момент выяснилось что эликсир избавляющий от страданий и продлевающий жизнь находится не во вне а в самом человеке в общем что было вы помните что в Европе у нас были алхимики они что делали на самом деле не бессмертие эликсир делали они хотели золото они были жадными алчными людьми и они пытались из свинца золото сделать еще таких какашек наверное а на востоке люди были все таки более скажем так практичными они понимали что золото это хорошо но лучше очень долгая жизнь или еще лучше бессмертия поэтому они искали различные составы создавали различные травяные и минеральные составы очень сложные лекарства туда входило тяжелые металлы ртуть там прочие вещи всякие искали бессмертия но праведливости ради современные даосы зная свою историю они говорят о том что конечно же многие люди в то время совсем не достигли бессмертия благодаря вот этим сложным лекарствам так называемым на самом деле эти сложные лекарства которые с ядами многие люди погибали и совершенно не достигали не то что бессмертия они просто лишались лишались своего здоровья и умирали в муках вот но очень давно очень давно на самом деле довольно многие мудрые настоящие мудрецы поняли что вот этот эликсир жизни находится внутри самого человека то есть на самом деле не вне ни оке травы это все хорошо и так далее они сейчас используются в китайской системе да но есть нечто что находится внутри самого человека что может сделать его жизнь здоровой жизнь долгой счастливой и даже преобразовать его тело в чистую энергию и он может обрести в чистую энергию даосы открыли существование энергии которая заполняет всю вселенную и каждого человека в отдельно они создали учение об энергии и научились этой энергией управлять даосы выяснили что энергия располагается в трех основных полостях тела котла она протекает по каналам и заставляет функционировать энергетические центры энергетические центры управляют всеми функциями человеческого существа чтобы жить долго и быть здоровыми необходимо гармонизировать энергию гармонизировать энергию и накапливать чтобы она заполнила главные и второстепенные энергетические каналы задействовав энергетические центры накопление энергии напоминает процесс возгонки знаете вот самогон И начинает этот процесс в нижней части тела, в котле. Все эти системы очень похожи. Индийские, индийские, китайские вот эти системы, они очень сильно в сути свои похожи. Они кажутся, что они разными, но когда дело касается того, что они делают, то выясняется, что это одно и то же. Это все работа с энергетикой. И в частности, когда вы видите, например, индийскую йогу, которой люди занимаются, это очень хорошая вещь. Я имею в виду ступень ассан. На самом деле, ступень ассан, то есть ступень упражнений физических. Это только ступень подготовки к чему? Ступень подготовки к пранаяме, то есть техника работы с дыханием. А техника работы с дыханием – это начало работы системы с чакрами и каналами. И в китайской, и в индийской, и в кибетской системе немножко разные подходки к вещам. Но, тем не менее, та система, о которой я сейчас вам скажу, вот она вот такая. Также, изучая циркуляцию энергии в организме, даоты выделили пять главных энергетических каналов, которые питают абсолютно все органы и системы. Благодаря этому открытию мастера-целители создали метод полного восстановления здоровья, объединив методы массажа и управления энергией. На самом деле энергетическая система у человека очень большая, имеется в виду много различных энергетических каналов, систем. Если взять, например, кибетскую систему, индийскую и китайскую, то во многом строении, в энергетическом строении есть разница. Но вы должны понимать, когда вы видите, например, картинку, где изображены чакры, каналы изображены, да, и все верят то, что это на самом деле есть. На самом деле это не так, потому что все это, знаете, на что похоже. Вы когда-нибудь видели схему, допустим, какого-то телевизора, да, или, допустим, радиотелевизора, знаете, такая схема, электросхема, да. Так вот, на самом деле это наподобие электросхемы, это символическое изображение того, что на самом деле в человеческом теле есть. Поэтому, когда мы видим разные описания вот этих различных энергетических каналов, скажем так, да, это всего лишь разный способ описания, скажем так, и одновременно опоры на различные методы работы с этими энергетическими каналами, понимаете. Так вот, пять энергетических каналов, которые пронизывают человеческое тело, это, значит, в этой системе именно эти пять каналов выделены, чтобы не думать, что это такое субсидентное, да. Они просто выделены в этой системе, и, соответственно, эти пять энергетических каналов, это, знаете, дерево, которое растет из одного корня, корнем является ваша промежность, то есть нижняя часть вашего тела, а, значит, стволы, которые поднимаются вверх, да, это, соответственно, каналы пронизывающие центральные, которые выходят через макушку, да, и четыре, два по бокам, и два, два спереди, один спереди, один сзади. Вот, собственно говоря, вот эти энергетические каналы используются в энергетике энергетического массажа. Почему? Потому что, образно говоря, на этих энергетических каналах, да, как на ветках висят ваши органы, скажем так, ну, условно, энергетические. То есть они имеют подкидку отсюда. Для того, чтобы доставить энергию для массажа, для энергетического массажа, необходимо доставить эту энергию при помощи этой технологии через вот эти каналы. То есть, например, для того, чтобы, для того, чтобы, значит, для того, чтобы доставить энергию, например, в сердце, необходимо задействовать левый канал. Вот, для того, чтобы, для того, чтобы задействовать, например, энергию правой легкой, необходимо использовать правый канал, а левая легкая – левый канал, чтобы вы понимали. Для того, чтобы работать, например, с половыми органами, с маской или простатой, необходимо не входить в передний канал и так далее и тому подобное. Также эти каналы задействуют, соответственно, уши, внутренние органы внутреннего уха, глаза, ноздри и так далее. Все эти каналы связаны полностью, знаете, все равно, что система питания, электропитания. Вот, и благодаря этой системе мы можем доставить энергию и, определенным образом, ее усваивать органами. И тогда будет происходить не что-то такое, что, значит, называется экспосенс, да, сейчас я вылечу, сейчас все пройдет, чувствуете, чувствуете, вот сейчас, вот сейчас. Вот это все, конечно, не серьезные вещи, а когда вы будете работать сами, вы почувствуете, как работает энергия, вы почувствуете реально, как она двигается. Вот, значит, и почувствуете, что такое, что, значит, когда энергия приходит в конкретный орган, да. И как эту энергию можно заставить, чтобы эта энергия проникла мозгом. И тогда вы, значит, будете чувствовать, что вы выздоравливаете в недвиженное время. И это будет прямым доказательством того, что это все существует. Даурсы создали уникальную систему выздоровления, предваряющую метод энергетического массажа. То есть, метод энергетического массажа, как бы, да, это не начальный метод. Для того, чтобы к нему подойти, необходимо выполнить несложные, скажем так, упражнения, которые позволят, я уже говорил, да, смягчить энергию, да, накопить ее, да, и тогда направить. Конечно же, методы энергетического массажа можно сразу использовать, да, просто в этом случае они будут действовать не так эффективно. То есть, вы можете прямо сейчас, если, допустим, я вас бы научил полностью этой методики, например, за урок, за два, например, да, вы можете сразу, конечно, использовать. То есть, в курсе, который я описывал, вы можете сразу использовать. Но если хотите получить результат помощнее, да, то нужно выполнить еще несколько упражнений. То есть, как бы, присоединить к этому упражнению вас. Какие? Дело в том, что для работы со своей энергией, со своей энергией и энергией пациента, если вы, например, кого-то собираетесь сами лечить, да, вот, необходимо очистить и уравновесить энергию собственную. То есть, если вы свою собственную энергию не уравновесите, да, то если вы пытаетесь браться там в лечение кого-то, то это, конечно, с точки зрения доводства ждуков, доводства их мастеров – это глупость, да. Это не я говорю. Это на самом деле так описывается, так говорят живые мастера, которые сейчас существуют, которые являются преемлементами древних мастеров. Вот, то есть, уравновесить необходимо. Далее, необходимо эту энергию собрать. То есть, собрать ту часть энергии, которая уже есть. Дело в том, что у многих людей очень такое примитивное представление о том, как эту энергию создать. А он говорит, вот, надо помолиться с нами, и что-то такое, и эта энергия сама откуда-то придет. Она ниоткуда не придет, потому что эта энергия есть у вас. Вот, для того, чтобы эту энергию собирать, необходимо эту энергию высвободить, очистить и высвободить, и тогда эта энергия начнется накапливать. Например, дело в том, что наше тело, наше тело из пищи, воды и воздуха, из пищи, напитков и воздуха, вырабатывает в течение дня, например, 100% энергии. Задачка такая у нас, да? 100% энергии. С самого рождения. Вы родились, да? И у нас определенная 100% энергии, согласно вашему телосложению, вашим качествам, на вырабатывание. Вырабатывая, да? А пока вы молодой человек, вы тратите, допустим, все, 30% от того количества энергии, которое вы выработали. Волюбляя пищи, питья, пищи и, значит, дыхание. Но когда вы становитесь старше, когда вы начинаете работать, нести ответственность, у вас возникают стрессы, появляются травмы, женщина рожает детей, да, женщина буквально разрушается, рожает детей, да, возникает много заболеваний, вот. Мужчины на работе разрушаются от беспокойств и так далее, соответственно. Вот, во что возникает? Вот из 100% энергии, которую организм вырабатывает, вы начинаете потреблять все больше, 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 и в конце концов вы начинаете потреблять энергии столько же, сколько вы вырабатываете. И когда запаса нет, и все начинается. Вы начинаете возникать болезнь. То есть организм перестает нормально функционировать, ваше тело сживается, слабеет, ваше лицо становится некрасивым, мальчинистым, да, и наступает болезнь, наступает старость. Соответственно. Чтобы этого не происходило, необходимо научиться экономить энергии. То есть, если, допустим, вы 100% выработали, то сделайте так, чтобы осталось, допустим, хотя бы 20% запаса. Но как это сделать? Для этого существует специальная методика. Нужно узнать нюансы. Это несложно совершенно, на самом деле. Это секреты, но эти секреты не сложны. Они очень легко применены, на самом деле. Любым человеком. Не важно. Сейчас вам 80 лет, допустим, или 20. Дальше. Необходимо открыть, то есть очистить этой энергией главные энергетические каналы, чтобы они пропустили через себя мощный поток взрывчатой энергии. Взрывчатой энергии. Дело в том, что, конечно, конечно же можно, конечно же можно, как это сказать, можно, 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 допустим, и без всего этого начинать, допустим, заниматься энеретическим массажем и так далее. Но если вы это сделаете, да, то может так оказаться, что энеретическому массажу уже не понадобится. Потому что вот эти методики, которые я описываю, они очень серьезные. Они, и они входят, значит, элементы этих методик обязательно входят в курс. В курсе я все это объясняю очень подробно. Кроме того, я не объяснил вам, моя методика обучения такова. Люди приобретают у меня курс, и после того, как они приобретают курс, они имеют право на неограниченное количество моих консультаций по этому курсу. То есть, если возник вопрос, вы можете со мной написать письмо или даже связаться по скайпу. Не один раз там, не два раза, но настолько, сколько вам нужно. Если вы не понимаете, я обязан вам все раз. Это моя методика за счет этого, собственно говоря, меня знает, как Виктора Луганского, человека, который, соответственно, учит о здоровье немецкого. Вот. Благодаря уже только этим очень простым подготовительным упражнениям можно обрести замечательное здоровье и избавиться от целого букета заболеваний. Вот здесь ссылочка Ольга скинула, можете пройти. При подготовке обычно мы начинаем с равновешивания энергии, потому что накапливать не равновешенную энергию опасно и бесполезно. Это все равно сносить в воду в решете из озера с усилиями крокодилов. Дело в том, я имею в виду, что, допустим, если вы делаете просто решение не выполнять никаких подготовительных упражнений, то мы решили сделать просто энергетический массаж. Ради Бога, вы можете эти упражнения делать, это не опасно, это нормально, просто они не будут такими эффективными. Если вы решили накопить, например, энергии, побольше, побольше, для того, чтобы хорошенечко себя протестить, для того, чтобы восстановить свою былую силу и красоту тела, здесь необходимо в первую очередь равновесить энергию. Если вы будете накапливать неравновешенную энергию, чего вы, конечно, делать не будете, я понимаю, потому что в моем пути такого безобразия нет. Наоборот, я учу людей, как правильно делать. Если вы будете накапливать неравновешенную энергию, то это опасно. Это все равно, что носить в решете воду из разных телевизоров. Носить в воду в решете это бесполезное занятие, потому что неравновешенную энергию, когда вы испытываете каждый день на дня, когда вы злите, воздражаетесь, испытываете страхи, беспокойство каждый день, эта энергия у вас превращается в жесткую, горячую и оседает в фастальных оболочках органов. Об этом говорят даосы. Если вы начнете накапливать энергию, то в конце концов у вас могут возниклить неприятности. Но чтобы этого не было, для этого и выполняется специальное упражнение. Поэтому на самом деле при выполнении упражнений, которые я даю, у вас, у вас, соответственно, будет все очень-очень хорошо. Первое из упражнений призвано удалить из органов горячую, недективную энергию, которая накапливается у вас в течение дня. Эта энергия накапливается в течение дня у вас из-за ваших негативных эмоций, которые вы даже можете не вымечать. И они всегда в защитных оболочках органов. В конце концов, когда там возникает пробой, вы начинаете болеть болезнями сердца, почек и прочих-прочих различных органов. Вот это простейшее упражнение, на которое можно потратить 5-7 минут вечером на смерть, но вы при помощи этого упражнения соответствуем болезни негативной энергию. Более того, это упражнение очень полезно тем, у которых есть проблемы с опухолем, в том числе с горячими опухолями, раковыми. Потому что это упражнение позволяет очистить на энергетическом уровне. Это упражнение не лечит рак ни в коем случае, но это упражнение способствует, облегчает и позволяет человеку легче пережить и выиграть. Чтобы вы понимали, то есть побочный эффект этого упражнения. Далее, второе упражнение это упражнение состоящее из трех упражнений. Оно более высокого уровня, оно не удаляет энергию, а преобразует. Я уже объяснял, что это упражнение преобразует энергию из негативного состояния положительное. Ведь у нас нет так много энергии, если бы ее выбрасывать на помойку. Правильно? Так вот, люди говорят, что энергия это как золото. В смысле, что она такая драгоценная, а в том смысле, что из золота можно, когда может, золото можно расплавить и вылететь в него любую фигуру. Говорится, что из золота можно вылить статую Будды и молиться ей, делать подношения, а можно из золота вылить горшок и какать туда. понимаете, золото от этого не меняет своих качеств. Золото в сердце золотом. Понимаете? Так же точно и энергия человека. То есть, если ваша энергия негативная, ее легко можно переплавить, преобразовать в положительную. И тогда при помощи этих трех упражнений, уникальных упражнений, которые есть в курсе, первое упражнение для оздоровления плотных органов, здесь мы, кстати, работаем напрямую с органами гормональной системы. С щитовидной, с щитовидной железой, с химусом, поджелудочной железой работаем. Здесь мы работаем с надпочечниками и половыми, соответственно, с органами, гормональными половыми органами. Очень уникальное упражнение здесь, которое работает со всеми плотными органами. И, соответственно, при помощи этого упражнения вы преодолаете негативную энергию, скопленную в органах, положительную. И тогда, когда эта энергия высвобождается, становится положительной, у вас автоматически повышается уровень энергии. А организм, так как он является живым существом, если, например, вы парковались на машине и ударили бампер, то бампер поцарапался или сломался, например, вы понимаете, что для этого нужно его поменять, допустим, или отремонтировать. То есть сам с собой бампер, машина, бамперовая машина не сделается. А вот человеческое тело оно обладает определенными возможностями самоостановления. Если вы порезали палец, то рана заживет. Правильно? Почему? Потому что она вниз направляет энергию. Запасы энергии к этой части тела, ну это грубо я объясняю, да? И это, соответственно, заживляет рана. Так же точно и здесь, при помощи вот этих упражнений. Первое упражнение это вообще упражнение уникальное, конечно. Второе упражнение заключается в том, что оно работает с желудочно-кишечным трактом и вообще с полными органами. Почему? Потому что если вы, если, соответственно, вы не преобразовали негативную энергию этих органов, то, соответственно, этого мало поможет. Это упражнение помогает, почему? Оно удаляет все опухоли и все яглы в желудочно-кишечном трактом. Это очень хорошая вещь. И когда вы будете его делать, вы реально вспомните меня, потому что оно очень легкое, легко, легко выполняется. Оно легко учится. Не нужно было синить Третье упражнение является уникальным тем, что оно работает с нервной системой и с костной системой. И образует энергию там, в негативную, в положительную. Что происходит? Во-первых, здесь вы работаете в головном мозге, здесь вы работаете напрямую с двумя очень важными железами. С гипофисом работаете и с шишковидной железой. Это царь и царица гормональной системы. Поэтому, понимаете, если царь и царица в норме, то, соответственно, они могут отрегулировать всю остальную гормональную систему, все проблемы связаны с костями и так далее. Соответственно, нервная система приходит в норму. Костная система. Костная система особенно, потому что вы должны понимать, что кости это не просто какой-то, скажем так, какая-то рама человеческого тела, на которой держится мышцы и органы. Костя – это орган, в частности, орган кровоотворения, орган, в котором находится костный мозг. Костный мозг, с точки зрения даотов, это эликсир жизни. То есть костный мозг вырабатывает энергию и вещества, которые делают жизнь очень долго. И вот это упражнение первое из цикла тех упражнений, которых мы промываем костный мозг и восстанавливаем его. И за счет этого мы продлеваем себе здоровую и счастливую жизнь. Вот такие три упражнения здесь, соответственно, используются. Выполняя только эти упражнения, вы почувствуете себя уже значительно здоровее. Может быть, даже вам не понадобится выполнять энеретические массажеры. Освоив эти упражнения, вы сможете смело выполнять упражнения по накоплению энергии. Так как горячая и нервновешенная энергия уже не сожжет ваши каналы. Потому что она у вас, энергия преобразована, с ней все в порядке. Ее стало уже больше даже, вы ее еще до накопления энергии автоматически повысили уровень. Ваши каналы не сожжет и не травмирует органы. Кроме того, вы получаете уникальный метод исцеления любого органа и системы своего тела в вручном движении. Еще до энергетического массажа вы получаете уникальную методику, при помощи которой вы можете любых экстремальных ситуаций, как это было со мной, когда меня бросили в больницу умирать, не врачей, никого не было. С температурой 41, с серьезной инфекцией. И я так провалялся 3 дня, никто мне не помог. Благодаря этому методу я выжил. Это был 96 год, я занимался доодоводской йогой уже полтора года. Итак, чтобы накапливать энергию, необходимо понимать основные принципы этого процесса. Для этого нужно понять, что наше существо состоит из трех этажей. То есть наше тело, даже не тело, а наше существо состоит из трех этажей. Тело, энергии и ума. И что накопление энергии, это прежде всего ее экономия. Мы с вами уже говорили, да? Что накопление энергии, это не просто где-то мы ее взяли. Стали больше есть, будем больше пить. Если мы будем больше нести пить, мы просто потолкнем и заболеем, например, диабетом. Вот, дело не в этом. Так вот, как эту энергию экономить на вот этих трех уровнях? Сейчас я вам очень просто все это расскажу, доходчиво. Начинаем мы обычно в правильной постановке и расслаблении тела. Для этого не надо сидеть в позе лотоса. Хотя для этих дел это идеальная позиция, но она вам не нужна. Необходимо принять положение, при котором с одной стороны мы имеем максимальное расслабление, а с другой имеем максимальную свободу дыхания и прямоту энергетического канала. Нужно просто сидеть на стуле. Но не просто сидеть на стуле. Нужно знать, как структурировать свое тело просто сидя на стуле, да, не просто. При этом, если вы все это правильно сделаете, а все это объяснение, подробное объяснение существует в моем курсе, соответственно, да, что произойдет? Даже если вы не будете специально дышать, если даже не будете выполнять какие-то там секретные упражнения, да, это упражнение при использовании секретного знания, да, очень простого и доступного, любого. Даже если вы, допустим, уже как конь, вот такой вот, у вас позвоночник уже никакой, да, и вы, собственно говоря, у вас возраст, у вас сильные дни позвоночника, тем не менее, если вы хоть немного выполните правила, вот эти правила, да, то у вас начнется активное расслабление тела самопроизвольное и активное высвобождение энергии. В различных, различных частях сухожильно-мышечного вашего аппарата находятся различные зажимы. Эти зажимы находятся там годами. Вы даже не представляете, у вас, у каждого, чтобы вы понимали, в лице огромное количество зажимов. И они никогда, они уже никогда не расслабляются. Почему у человека с годами изменяется лицо? Говорят, вот видно отпечаток, так сказать, страданий и так далее. Что это за отпечаток страданий и горести в лице? Это напряжение в определенных группах мышц лицевых, да, которые не проходят у человека. И там находится энергия, та самая энергия, которая и не дает тому человеку покоя. Не какой-то сглаз или порча, а вот там этот сглаз и порча и находится. То есть когда вдруг женщина, вдруг не может выйти замуж. Потому что мужчина неосознанно смотря на ее лицо, он просто шарахается. Он сам этого не понимает, но существует внутренняя мудрость организма, он понимает, какой характер, какие проблемы у этого человека. Естественно, что он не заходит с ними и не сходил. Ну, это отступление, да. Так вот, в мышцах находятся и те самые энергетические зажимы. То есть энергетический зажим в канале имеет проекцию на физическом уровне. И при правильном положении тела, да, соответственно, мы имеем возможность дать им пульс для расслабления. Когда высвобождается энергия. И когда вот эти все чаще и чаще вот эти зажимы у вас расслабляются, то вы вдруг обнаружаете, что вы начинаете меняться. Просто телесное расслабление в последанном положении, да, дает очень интересный результат. Вы вдруг начинаете становится более адекватным человеком. Вы меньше раздражаетесь и так далее. То есть высвобождает много энергии. Но это не все. Когда вы правильно, אם имейте правильное положение тела, когда вы имеете правильное положение тела, у вас высвобождается дыхание. То есть у вас расслабляется диафрагма, у вас ослабляются грудные, грудные, нежребренные мышцы, и у вас высвобождается клетичное дыхание. Потому что человек часто дышит в какой-то средней части, даже не клетичной, как говорят, женщины, клетичным дыханием дышат. Обычно после 30 лет уже многие не дышат клетичным дыханием, потому что становится похоже на коня вот такого. Потому что плечи давят, давят на верхнюю часть, на верхнюю часть грудной клетки, и человек не вдыхает этой части лет. Так вот, когда при правильной структуре вы начинаете правильно дышать, мы переходим к следующему этапу. Далее вы должны отрегулировать и расслабить дыхание, потому что дыхание – это материальное продолжение нашей жизненной энергии, дорогие друзья. И вот тут существует тоже секрет. Отрегулировать дыхание – это не просто, а отрегулировать дыхание. Это просто на самом деле, нужно знать, как это делать. И когда вы это знаете, как это делать, и тренируетесь, то, скажем так, примерно, скажем, за месяцов вы научитесь, и тогда вы получите очень интересный эффект. Дело в том, что ваше дыхание – это проявление энергии на внешнем уровне. То есть дыхание – это работа физических мыслей, понимаете? Это внешнее, да? Но это внешнее проявление вашей эмоциональной энергии. И режим вашего дыхания – это состояние вашей энергии. И вот когда вы отрегулируете дыхание, то, что я имею в виду, это в курсе, я в учреждении, да? Вы вдруг обнаружите, что вы совсем по-другому начинаете реагировать. То есть люди, которые очень беспокойные, мало что, плохо спят и так далее, да? Они вдруг обнаружат, что они начинают очень хорошо спать. Что почему-то они уже не так сильно беспокоятся по любому поводу и так далее, да? И тогда возникает высвобождение энергии на эмоциональном уровне. Эмоциональный уровень расслабляется, да? И возникает высвобождение еще большого количества энергии, которую организм начинает направлять на то, чтобы быть более здоровым. То есть ни таблетки, ни какие-то волшебные там суперупражнения йоги, да? А вот такие элементарные вещи действуют очень интересные и очень эффективные. Когда вы отрегулировали дыхание, необходимо перейти к уровню сознания. И, наконец, мы должны максимально расслабить свой ум и приостановить все происходящие в нем процессы. Этого мы добиваемся, приведя его в однонаправленное состояние. Однонаправленное состояние ума достигается благодаря тому, что тело расслабляется, дыхание устанавливается, да? И тогда ваш ум может научиться однонаправленности. Это когда ваше осознавание может останавливаться на каком-то объекте. Либо на звуке, либо на видимом объекте, либо на ощущаемом объекте, да? Останавливается не на какое-то время, не на минутку, да? А, допустим, на минут 15, на 20, хотя бы, хотя бы, да? И когда вы этого достигаете, речь идет не об остановке мыслей. Речь идет об однонаправленности, которая приводит к упорядочению мыслей, когда их становится просто меньше. Здесь мы не останавливаем мыслей. И тогда возникает, наступает очень интересное состояние. Детская система называется состояние «ход ever». Вы вдруг обнаружите, что вдруг расслабляетесь, да? Окажетесь в состоянии полного присутствия, осознавания и, в то же время, полного расслабления. И тогда высвобождается огромное количество энергии. Которое до этого у вас постоянно было зажато в виде различных привычных заживок в физическом теле, в привычных эмоциональных реакциях, да и привычных ментальных реакциях. Когда она высвобождается, эта энергия, да, организм ее автоматически утилизирует, сохраняет и утилизирует нужное направление. Исцеляя вашу там печень, исцеляя ваш головной мозг, там, исцеляя ваши нервы и так далее, да. Что? Но это не все. Однонаправленность – это сосредоточение на каком-то объекте. И что мы делаем? Замыкая круг, мы не просто делаем ум однонаправленно, но и собираем его в особой части нашего тела, энергетически отвечающие за телесное формирование и восстановление. Так мы создаем условия для накопления энергии, телесного омоложения и регенерации тканей. То есть мы собираем, знаете, шутят. Дюги медитируют на пупке, так вот они на пупке не просто медитируют. В этой части тела находится особый орган, особое место, где энергия складируется, да. И там находится пупочная чакра, которая участвовала в создании и формировании вашего физического тела. Когда энергия там собирается, она собирается там, где ваше внимание собирается, да. Вот возникает преобразование тела. То есть энергия попадает в нужные энергетические каналы. Они просто блуждают по телу и имеют в этом проблемы. Накапливаясь энергией начинает заполнять главные энергетические каналы и перетекать из них каналы, управляющие конкретными органами и функциями. В результате чего энергии становится все больше и больше, а болезни начинают исчезать. Чтобы не пускать течение накопленной энергии на самотек, что может привести к неприятным последствиям, мы учимся ее направлять по каналам и складировать в специальных частях тела. Для этого изучается фундаментальная техника ДАО в Союзе открытия энергетических каналов малоэнергетического круга. Все это есть в курсе. И кроме того, в курсе у вас есть я. Если вы приобретаете курс, вы можете получить, например, бесплатную консультацию в любое время. При этом энергии становится все больше, она очищается, заполняет главные энергетические каналы, делая их способными запускать через себя энергию. После специальной подготовки, если вы захотите ее проходить, да, вот, мы приступаем к упражнению энергетического массажа, да, это в идеале было бы, но к упражнению энергетического массажа можно приступить и сразу. Единственное, что я хочу сказать, что, конечно же, конечно же, скажем так, это будет не так эффективно. Вот, они, эти упражнения энергетического массажа основаны на трех фундаментальных фактах. На технике задержки дыхания, на направлении энергии в орган и на массаже этого органа. Секретная техника задержки дыхания. Дело в том, что все процессы физической теле управляются энергией. Управлять энергией можно, контролируя дыхание. Следующим дыхательной техникой людей является кубок, особая задержка дыхания, позволяющая вводить в рано энергию вдоха в центральный энергетический канал. Ученые, изучающие воздействие энергетической техники дыхания на человека, пришли к выводу, что существует два типа дыхания, внешнее и внутреннее. Первый тип – это легочное или внешнее дыхание. Оно обеспечивает работу нервной и мускульной системы, газобин вольного. Второй тип – это внутреннее или клеточное дыхание. Внутреннее дыхание включает работу всех клеток организма, омолаживая их, заставляя их регенировать. Заказано, что клеточное дыхание развивается только при практике физических дыхательных систем. Ну, если вы в интернете наберете слово «дыхание», то попадете на страничку в Википедии, и там есть понятие внутреннее и внешнее дыхание. То есть оно известно в старинной медицине. Внешнее дыхание – это просто физическое дыхание, засасывание и удаление газа, скажем так, из легких. А что такое внутреннее дыхание? Внутреннее дыхание – это энергетические и физические процессы, происходящие в различные фазы дыхания, во время вдоха и во время выдоха, в частности. Так вот, что происходит, когда возникает задержка дыхания? Когда возникает задержка дыхания, у вас возникает удлинение вот этого процесса внутреннего дыхания. И что же происходит, когда внутреннее дыхание удлиняет? Происходит высвобождение огромного количества энергии. И вот эта энергия направляется йогами в чакровую систему и так далее. Вот как это на самом деле. То есть для чего эта йога работает с задержкой дыхания? Для того, чтобы работать потом в кундалинии, в поднятии энергии в сфертуальной энергетическом канале. Понимаете, да? Вот что такое техника задержки дыхания на самом деле. Но эта техника задержки дыхания имеет ряд нюансов. Это не просто задержка нарядчика, это не вот это. Это не задержка, это задержка дыхания, но это не та задержка дыхания. И это задержки дыхания, если вы будете упираться, то вы можете получить как-то низкий крест, если у вас есть помощь в повышенном удавлении. Или еще кундиат. А вот йогическая задержка дыхания – это правильная и полезная вещь, даже если у вас проблемы с гипертонией. Итак, давайте научимся элементарной задержке дыхания в упражнении рукобуза. Упражнение позволяет получить опыт нагнетания целительной энергии в собственной руке для последующего массажа проблемных частей тела. Итак, что мы сейчас с вами сделаем? Вот он я, сейчас перед вами. Хорошо. Что мы делаем? Значит, смотрите, правила я в ходе. Для того, чтобы ваши руки обладали энергией, необходимо привлечь к рукам энергии. Каким образом можно привлечь к рукам энергии? Достаточно того, что вы просто сосредоточиваете и снимаете свое внимание на руках. Это раз. Почему? Потому что существует триада тела, энергии и ум, да? И для того, чтобы энергия, энергия, допустим, привела к какой-то части тела, необходимо, чтобы ум был сосредоточен на этой части тела. Например, если вы сосредоточите внимание на пальцы, в течение пяти минут, через пять минут вы обнаружите пульсацию пальцев для распирания. Что произойдет? Там пальцу приливает кровь. Почему она там приливает? Ведь вы ничего не сделали физически. Вы только подумали о пальце. У вас только внимание на работу, да? Маленькое чудо. Это означает, что ум управляет энергией, а энергия управляет телом. В частности, кровью и лимфой, которые приливают сюда. На этом основаны многие вещи, в том числе упражнения, которые мы с вами будем исполняться. Для того, чтобы делать это упражнение, лучше, конечно, сеть по равномерности. Сеть ролика так, чтобы у вас были естественные физиологические виды. То есть пояснички здесь. Как будто вы стоите, да? Они так, как кольные, таким образом, да? Здесь вы даже разженете плечики, шейка должна быть у вас прямая, по равному, да? Что вы делаете? Вы делаете вдох. Вы делаете вдох. Помогая руками себе раскрыть грудь. Вдох. Задержка дыхания. Задержка дыхания у вас должна быть открыта. Это секрет. Уже из курса. Открытая задержка дыхания означает, что вы не делаете так. Это означает, что вы, запирая, то, что я показывал, означает, что вы вдохнули, закрыли горло, вот здесь, да? Голосовую щель. Легкие, легкие под давлением воздух находятся. А потом, когда не выдержали, то выдыхаете, возникает дух ха. Вот это неправильная задержка. Задержка нарячика. Вы делаете вдох и просто останавливаетесь. Открытым горлом остаетесь, да? Но легкие у вас остаются в этом положении, и это и задержка дыхания. Делаете вдох, задержка дыхания, а потом резко, сильно шлепок делаете. За счет шлепка, за счет шлепка, вы ошпариваете ладони. И тогда резко, за счет этого, ваше внимание, ваше внимание легко удерживалось. И кровь начинает резко переливать рука. Вы начинаете на задержке дыхания, вы дыхание задержали, вы очень хорошо разбираете руку. Потом выдыхаете. И дышите, естественно. Вы восстанавливаете дыхание. И так делаете раза три. Только после каждого раза вы обязательно расслабляетесь. В курсе, там есть еще дополнительные вещи. Там есть специальная техника дыхания, подсонное дыхание, объясняется и так далее, которое позволяет энергии собраться у входа в центральный энергетический канал. И тогда у вас, когда вы это делаете все, у вас очень быстро как кровь и жар приливает к рукам. То есть энергии их быстрее приливают. Пусть я обучаю этому более подробно. А здесь вы делаете так. Давайте попробуем. Давайте. Итак, делаем вдох. Задержка. Выдох. Отдохнули немножко, подышали. Нужно восстановить дыхание. Снова вдох. Задержка. Внимание ваше должно быть на руках. Не блуждайте ни в коем случае, потому что это очень важно. Выдох. Расслабка. Если ваши руки не были сильно холодными до этого, да, а были нормальные комнатные температуры, то вы почувствуете, что рука, к рукам начинает приливать жар. Вот это и есть. Но я хочу вам посоветовать. До того, как вы это упражнение будете выполнять, если вы пришли, и у вас руки холодные, с улицы и так далее, вы должны руки прогреть дополнительно. Потому что вы замучитесь, вы будете долго это делать. Чтобы этого не делать, заранее в горячую воду засуньте и так далее, чтобы руки были уже теплые. А потом выполняйте упражнения раза в три подряд, или пять раз подряд. И тогда через какое-то время вы только обнаружите, что в руках просто огонь вспылает. Только не переусердствуйте. Когда много энергии на руках, это тоже не очень хорошо. И тогда вот этими ручками вы можете массировать себя или другого человека, проминать мышцы, и тогда ваша энергия будет глубоко-глубоко проникать. Либо в вашу мышцу, если веще бедро монтирует, или в мышцу другого человека. Либо, допустим, вы будете выполнять технику, допустим, опупрессуровать, поддействуя на точку. Вот такая методика. Идем дальше. Итак, я рассказал о первой технике, которая входит в энергетический массаж. Это правильная задержка дыхания. Это не просто так. Не просто поддержка дыхания. Она простая, но там есть нюансы, при помощи которых вы можете сделать так, чтобы энергия прививала компонированным частям тела. И тогда вы будете не просто выдумывать себе, как многие себе выдумывают, допустим, а вы будете реально ощущать. Бывали случаи, что люди даже пугались, потому что большое количество энергии прививает, очень сильный жар в этой области и так далее. Но в этом нет ничего страшного. Вторая секретная техника направление целительной энергии в больной орган. Чтобы направить высыпать, державшуюся в результате кумбоза, то есть задержки дыхания, целительную энергию, мы используем две очень простые, но до сих пор хранимые в секрете доводки. возгонка энергии мышцами урагонитальной диафрагмы и перенаправление энергии в конкретный больной орган. Специальная техника существует, при которой мы управляем мышцами ануса, кому-то может показаться смешно, упражнение несложное, но оно действует, оно действует сразу. Человек, который попытается это сделать, допустим, правильно, он сразу почувствует, что это такое. Причем это упражнение много делать нельзя, не привычки. Потому что вы делаете, вы сразу почувствуете, что так делать нельзя. Потому что когда энергия намечет шуровать вверх, это очень четко чувствуется. И перенаправление этой энергии, при направлении этой энергии осуществляется при помощи ума. Существует специальная методика, как все это делать. Все это вполне доступные вещи, и они очень хорошо ощущаются, и главное, что от них возникает уникальный результат. Итак, давайте научимся элементарному методу привлечения энергии к больному органу. В частности, представим себе, что это наше лицо. Лицо будет. Упражнение позволяет получить опыт привлечения целительной энергии к проблемным частям тела, в частности, оздоровить и омолодить кожу лица. Итак, давайте сделаем вот что. Вы уже попробовали, наверное, да, с руками. Те, кто не попробовал, зря, потому что сейчас мы с вами будем работать с лицом, не с лицом, даже с головой поработать. Значит, что мы сейчас делаем? Первый раз вы хорошо растираете руки на первой задержке дыхания. Давайте, я сейчас сделаю больше всего. На первой задержке дыхания вы очень хорошо растираете руки. Потом выдох, мягко, расслабляетесь, и ваше внимание удерживаете на руках. Вот, расслабляетесь, восстанавливаете дыхание, а потом делаете снова вдох, задержка дыхания с хлопком, руки раз, и сразу начинаете растирать лицо. Растираете лицо, очень хорошо натираете голову вот таким вот образом на задержке дыхания. Хорошо, ушки, ушки, ушки можно. Вот так вот, да, все это делаете, делаете, да. А потом выдыхаете, расслабляетесь и удерживаете свое внимание на кожу головы. На кожу головы. Итак, давайте попробуем. Сначала руки. Приготовились. Давайте попробуем вместе. Хотите убедиться, давайте попробуем вместе. Итак, делаем вдох, задержка дыхания. Выдох. Восстанавливаем дыхание. Просто мягко, спокойно дышим. Теперь снова делаем вдох. Задержка дыхания шлипок. И сразу начинаем растирать лицо. Выдох. Расслабляемся. Так, кто пробовал? Кто чувствует, как к лицу, как к голове переливает энергия? Отзывайтесь. У вас тут 26 человек сидит. Давайте. У кого получилось? тишина. Вот. Эльза, спасибо. Да, ощутимо. Ощутимо. Хорошо. Замечательно. Молодцы. Молодцы. Смотрите, когда будете это делать, делайте это немного. Если вы делаете много, то потом уже так быстро, что целый час у вас гореть все лицо будет. А это нежелательно. Сергей. Хорошо. Итак, идем дальше. Давайте. Это очень простые вещи, но это настоящие вещи. То есть, я вам показываю методики, на которых основаны секретные юридические методы. На самом деле, секретные юридические методы, они не такие уж сложные, в каком-то смысле, не такие уж сложные, не такие уж они и секретные, потому что в них содержатся методики, очень вполне доступные и понятные любому человеку. Итак, идем дальше. Секретная техника массажа проекционных зон больных органов. Чтобы направленная целительная энергия проникла глубоко в орган, на нее необходимо воздействовать. То есть, вы, вы, да, учитесь при помощи задержки дыхания энергию, энергию подводить в нужную зону, да, к входу в центральный энергетический канал. Потом вы эту энергию при помощи специальной техники управления мышцами, аном, да, вы загоняете ее в определенный канал и собираете в определенном органе. Но необходимо, чтобы эта энергия вошла в сам орган и начал его трансформировать. Для этого необходимо воздействовать либо на сам орган, если бы до него можно дотянуться руками, либо на проекционную зону того органа, на вашу, на теле. давайте приведем пример. Так, сейчас мы что нужно сделать? Вот у нас вот у нас живот. Здесь у нас заканчиваются ребра, а вот здесь лодок, то есть кости у нас заканчиваются, одна кость внизу и вот здесь кость. А вот это вот душная область, да. Что мы делаем? Мы делаем массаж души. Значит, делаем ее по частовой терпи. Потому что толстая кишка у нас где-то в том, как он был. Что делаете? Берете право рукой, придавливаете, женщины левую кладку, могут сплать, нет, лучше право. Значит, и что начинаете делать? Сначала начинаете делать по расходящейся. То есть накладываете где-то на оба ступка и вокруг ступка начинаете промо-право-рона хорошенечко мотироваться. Держать дыхание здесь не надо. Начинаете мотировать. Вот вы пока делаете 36 кругов. Ну, как ходить? Не надо жестко считать. Но смысл в том, что вы должны расходящимися кругами идти и идти, и в конце концов у вас рука начинает двигаться уже под ребрами и в районе заходя до лобка. А потом в обратную сторону делаете 24 таких вращения. Моя массажа, да. И в конце концов в 24-м вы собираетесь в районе лобка. Это первый спорт. Кстати, если у вас если у вас есть проблемы с запором, с запором, тогда делайте массаж только в одну сторону, вправо. В... в... подшитовую стрелку. Если у вас диарея, если у вас панно, то нужно массировать только в одну сторону и в обратную. То есть подшитовую стрелку. Теперь что? Можно массировать вот такими вот мелкими... То есть вы делаете мелкими улиточками. То есть ракушками такими делаете. И глубоко хорошенечко промассируете. По кругу идете. Начинаете отсюда в польшу свистения. В польшу свистения. И постепенно идете, 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 собираете. Таким образом вы промассируете очень хорошо все эти силы. И когда вы будете массировать, вы можете почувствовать какие-то твердения. в пешках там где-то в верхней области, да, и вам необходимо их очень мягко размассировать. И когда вы почувствуете, что какое-то место вы не можете размассировать, а еще оно у вас болит, вот тогда нужно бежать к врачу и интересоваться. А что это у меня там такое? Я крайне рекомендую это сделать, если вы это почувствуете. На всякий случай. Мало ли там, может там у вас просто скаловый камень, да, а может у вас там есть что-то поспоршнее. В технике специальной, конечно, это упражнение выполняется по-другому. В технике это тежки дыхания используются и так далее. Но вам простейший вариант. Вот такие замечательные технологии. И, соответственно, все это выполняется с различными органами. С сердцем, с посудами, с головным мозгом и так далее и тому подобное. Специальные есть техники. В курсе вы с этим можете познакомиться. Если вдруг в курсе что-то индивидуальное, лично для вас не будет, вы обращайтесь ко мне в инфер-берекурс. Я вам все показываю, что вам нужно делать. Бесплатно совершенно. Понятно, да? Вот такая техника. Так. Идем дальше. Итак, я уже сказал, мы научились с вами уже, да? Выполнять эти упражнения очень просто. Здесь не требуется гибкость, управление энергией происходит при помощи внимания и визуализации. Не делайте это просто сиди на стуле. Вы можете регулярно заниматься этим видом йоги, да, если это йогой, можно назвать, в вашем понимании, да? А окружающие об этом могут даже не догадываться, что вы сидите на стуле, что вы там на стуле делаете. Эти упражнения очень эффективны. Даже если болезнь приковала вас в постели, вам все равно доступны практически все упражнения этой йоги. И она способна освободить вас не только стены болезни, но и даже вырвать из вас смех. Чтобы получить эти удивительные результаты и стать счастливым человеком, здоровым, счастливым человеком, я предлагаю вам уникальный метод, уникальный курс самоисценения энергетическим массажем внутренних органов. Смотрите, Ольга сейчас нам скинула ссылочку, можете по ней переходить и знакомиться. Чтобы полностью исцелиться, необходимо всего лишь две вещи. Знание древнего секретного метода самоисцеления и регулярное его выполнение. Упражнения очень просты и доступны даже лежачим больным. Чтобы стать абсолютно здоровыми, на курсе вы будете учиться в уникальной методике аналитического очищения органов и систем, что само по себе сделает вас более здоровым человеком. Методом трансформации нашей энергии из негативных положительных, что при небольших регулярных затратах времени может уже вас сделать здоровыми. Метод накопления энергии для накачки конкретных органов и систем, что позволит создать фундамент для долгой и здоровой жизни. И техники разблокировки главных энергетических каналов и заполнения их накопленной вами энергией. И наконец-то научу вас секретным методам энергетического массажа и накачки ваших внутренних органов целительной энергией. Все эти методы и упражнения выполняются либо стоя, либо сидя на стуле и не требуют с вашей стороны каких-то усилий и небольших затрат ночного времени. Освоив изученные на курсе методы, вы в кратчайшие сроки значительно поправите собственное здоровье и заложите фундамент к постепенному полному исцелению от многих беспокоящих вас заболеваний. Кроме того, данный метод стимулирует развитие уникальных способностей, невероятно укрепляя внутренние органы и опорно-двигательный аппарат. Сегодня вы можете существенно сэкономить приобретая курс для участников вебинара. У нас традиционно в течение двух дней действует скидка 300%. Скидка 300% действует в том случае, если вы делаете заказ по этой ссылочке, которая здесь есть. Делаете заказ, это вас ничему не обязывает, но это означает, что мы видим, что на вашу распространяется скидка в течение двух дней. А оплатить его вы можете в течение двух дней. Для получения курса курс самоисковления и энергетический массаж внутренних органов по скидке 300% вместо 5400 всего за 1600 рублей переведите пожалуйста по ссылочке в чате. Те же, обратите внимание, у меня для вас заготовленный подарок. Те же, кто приобретет курс сегодня 2400 получат от меня подарок видеокурс «Как оздоравливать органы воздействуя на чакры и каналы в китайской системе». В результате вы сможете оздоравливать любую часть тела и вставлять любой орган, вставляющий воздействие с нацелой системой органов, включить процесс общего восстановления своего организма с помощью дополнительных занятий и консультаций, даже научиться с нацелой других людей. Итак, прикрепите посылочки и приобретайте соответствующий курс. Курс по энергетическим массаж внутренних органов. Прикрепите посылочки, там вы окажетесь на страничке заказа, пожалуйста, заполняйте свое имя, имейл, телефончик и оформляйте заказ. На страничке оформления заказа вы найдете любые формы оплаты, которые вам удобны. После подтверждения оплаты заказа вы получите доступ к курсу на вашу пост. Придет письмо от меня, со ссылочкой соответственно. И соответственно вы не забывайте, что получив курс вы не останетесь один на один. Вы можете ко мне обращаться напрямую и у меня учиться бесплатно. На этом дорогие друзья, заканчиваю и готов очень быстро в течение минуты ответить на ваши вопросы. Итак, вопросики ко мне есть. Есть ли ко мне вопросы, все внимательно меня слушали. Очень простая и интересная система, но очень интересная и очень подробная курс, на котором я обучаю людей этой уникальной технике маслама. Ирина, благодарю, очень интересный курс, идем к вам учиться. Приходите. Еще есть желающие учиться? Так, все пишут, я знаю, что все пишут, просто много пишут, поэтому я пока что еще не пишу. так, ладно, значит, я должен уже уступить следующему спикеру. Вот. Итак, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, желаю вам крепкого здоровья и успехов во всем. Пожалуйста, приобретайте курс по этой ссылочке, смотрите с моими учениками, курс, курс, это видеозапись, спокойно, курс, это видеозапись, вы там будете учиться, это видео у вас будет постоянно, ваше, да, а за какими-то консультациями вы бесплатно будете обращаться, конечно, чтобы вы понимали, курс уже есть, он уже в записи, вы будете учиться, учиться по этой записи и учиться на меня. До свидания, до новых встреч, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok